В бизнес со школьной скамьи. В республике подвели итоги конкурса юные предприниматели 2014 года. Члены жюри отметили, что современные школьники могут не только разрабатывать реалистичные проекты, но и научились даже делать вполне взрослый бизнес-план со сметой. Регина Степанова предлагает построить спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком закрытого типа в Новочебоксарске. Она стала победителем среди юных предпринимателей в номинации «Динамичный старт». Я решила создать именно этот проект, потому что в нашем городе очень мало развлечений, а ближайший аквапарк находится только в Казани. Это будет трехэтажное здание с цокольным нижним этажом. Планируется большая парковка на 100 автомашин. Планируется сувенирный магазин, огромные бассейны и много развлекательных аттракционов и горок. На конкурс поступило более 50 заявок от школьников. 25 из них прошли первый этап экспертизы. Победители убедили членов жюри в жизнеспособности своих проектов. Наталья Мигурина из Алатарского района разложила по полочкам, как организовать рыбоводческое хозяйство и заработать на этом деньги. Антон Игнатьев возглавил школьную команду с проектом «Наследие». Его суть – как своими руками заработать деньги в школьной мастерской. Там ребята готовили изделия народных художественных промыслов. Они даже смогли выручить за свою работу кое-какие деньги. Но самое главное для них – полученный опыт, говорит Антон. В большинстве своем наши изделия покупают в основном для сувениров. За 6 месяцев работы мы изготовили 71 продукцию на общую сумму 8500 рублей. Наша прибыль составила 2000 рублей. Конкурс юных предпринимателей завершился. А новых идей в арсенале участников для реализации собственного дела полным-полно. В компании ребят из 49-й школы скоро состоятся выборы президента и вице-президента «Наследие». Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.